Выбыв из битвы за призовые места чемпионата России подмосковной команде, Заречья Одинцова предстояло сыграть за пятую-восьмую позиции всероссийского состязания. Игры второго тура финала проходили в Саратове. Заречья Одинцова встретилась с командами «Протон», «Сахалин» и «Ленинградка». Судьба пятого места решалась в матче с «Ленинградкой». Зареченком для победы хватило четырех сетов. Мы за пятое-восьмое место сыграли хорошо. Сыграли здесь, максимально выиграли три игры. И выполнили задачу. Мы выиграли две из трех игр. И нам хватило очков для занятия пятого места. Теперь мы на пятом. Задачу мы выполнили, поставленную правительством у Собласа перед нами. Вадим Панков, наставник национальной сборной и главный тренер команды «Заречья Одинцова», подводит итоги сезона. Несмотря на непопадание в призеры чемпионата России, Одинцовские волейболистки показали достойный уровень игры. Тренер отмечает всех игроков, делая акцент на опытных спортсменках, таких как Валерия Гончарова и Екатерина Панкова. Нам повезло в этом сезоне, пришла Панкова. Я не говорю, что она моя дочь, но она пришла, это, конечно, капитаном национальной команды. И сами понимаете, что это взрослый игрок, игрок достойный. Поэтому она, конечно, руководила молодежью, она их воспитывала. Это видно было даже на площадке, если кто-то был на матчах, то видели, что она и покрикивала на них. Ну, это как вариант. Но самое главное, что она их контролировала вместе с Гончаровой, капитаном команды. Я ничего не стал менять, так как Катя пришла не сразу, она пришла чуть позже. У нас была капитаном Гончарова Валерия. И вот они вдвоем, как две старших, как говорится, четко вели команду, держали в рамках. Участие в кубке ЕКВ, насколько оно реально? В международные игры, международный опыт, он необходим, потому что играть внутри чемпионат – это одно, а играть, как говорится, в Европе – это совсем другое. Поэтому мы и старались попасть в кубки, для нас это важнейший фактор. Сейчас решается вопрос с федерацией, с ЕКВ. Мы, как говорится, пишем письма, чтобы нас допустили. По словам Вадима Панкова, к новому сезону команда планирует усилиться. Тренер не исключает появление новых игроков. Также несколько одинцовских спортсменок заявлены в национальную сборную. Пока что я планирую Юринскую, Юринскую и Рысеву. Рысеву, так как Старцева пока доигрывает чемпионат, и посмотрим, в каком она в физическом состоянии, психологическом закончен чемпионат. Поэтому пока Жене это вопрос, сейчас будет финал, финальная игра, будем смотреть. Поэтому в Рысеву пока планируется сборная. А те вот игроки, которые молодые у нас, Воробьева, Руссу, Курносова, они будут в резервной команде работать, работать во второй сборной с Красильниковым. Мы будем работать параллельно, все вместе. Уже в мае сборная команды России примет участие в международных соревнованиях, которые пройдут в Екатеринбурге. Кубок Ельцина станет 16-м по счету и будет объединен с этапом Лиги наций. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.